Час Час Стань перед оном таким, як є Час Він прийде і буй знає, комжен явий І комжен на коліна паве І що на гору не чекає ти Він прийде і буй знає, комжен явий І комжен на коліна паве І що на гору не чекає ти Він прийде і буй знає, комжен явий Час Час Смога Посмогляти Час Напремь сміхав У себе Час Смогу Смогу Честь Він Час Стань перед оном таким, як є Час 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Кожне сердце, нехай, відзнає, Що любов твоя не винає. Твоя любов мимо в реках, Який сочень могу дірить, Зійму до тебе я связи І заспіваю тобі. До моє серце, доктор, плиз, Відчин, дихо, чутсу, А не так відувся, ти діде, Напомнеть серце, нехно. До мою руку співаю, Хай ісмі звідси, нехно. Кожне сердце, нехно, нехно. Що любов твоя не винає. Про твою любов співаю, Хай ісмі звідси винає. Кожне сердце, нехай, відзнає, Що любов твоя не винає. Про твою любов, про твою любов співаю, Хай ісмі звідси винає. Кожне сердце, нехай, відзнає, Що любов твоя не винає. Твоя не винає. Твоя не винає. Твоя любов немов віка, Як височинь могут її, Зіму до стеми я сніх і, І заспіваю тобі. До мою серця доторність, И чути хочу судьбу, Нехай дедуся, ты иди, Нам помнеть сердце знов. До твоей души воспитаю, Дай мне спить, виду силу даёт, Ночь не сердце не дай, Нечто любовь твоя тебе даёт. Моя любовь не помнеть, Я крыто чинови, Диву до тебе, я сиди, И заспиваю тоби, Довколо всех, кто добери, И чути хочу судьбу, Нехай дедуся, ты иди, Нам помнеть сердце знов. До твою любовь спитаю, Дай мне спить, виду силу даёт, Моя любовь не помнеть, И знает, что любовь твоя не меняет. Про твою любовь спитаю, Дай мне спить, виду силу даёт, Кожне сердце нехай пізняет, Чё любовь твоя не меняет. Спасибо большое, огромное прославление. О, мои нотатки с прошлого раза здесь лежат. Класс. Что-то у нас всё меньше и меньше, И моя теория, К сожалению, не оправдалась. У меня была теория, что Фактор называется, Фактор Дэвида. Если Дэвида нету, то мало людей приходит, Но сегодня тоже мало людей, Дэвид есть. Значит, моя теория не сработала. Итак, спасибо, что пришли. Надеюсь, вам будет интересно Услышать, что Бог положил мне на сердце Услышать с вами. Уже третью субботу мы с вами говорим О теме вера. Продолжение той темы, о которой говорил Дэвид о любви. Не менее важная тема вера. И если взять Библию как книгу, которая является главной совокупностью, Главным основанием христианской веры, То та глава, которую мы рассматриваем, Одиннадцатая глава евреев, Это является самая-самая начинка Понятия веры. Самое мясо. Знаете, когда покупаешь сосиску в тесте, То это сосиска. Или покупаешь там пирожок, И там где-то глубоко-глубоко есть немножко шоколада. Вот это есть самое сочное, самое важное. Если вы ничего другого не прочитаете, И только прочитаете это, и поймете только это, Может даже это будет хватать для вас. Поэтому мы начали изучать одиннадцатую главу Послания евреям, И наш первый разговор назывался Верная реальность. Мы говорили о том, что слово вера В первом стихе одиннадцатой главы В греческом переводе звучит как Вера есть уверенность. Слово уверенность, что является определением веры, Переводится на греческий как Хупостатис. И мы обсуждали, что такое хупостатис, Что это означает. Мы говорили, что слово хупостатис Это вещество, содержание, суть, сущность, материя, Что-то реальное. Вера уже не становится чем-то субъективным, Чем-то внутренним, А вера становится чем-то общным, Существующей параллельной реальностью. Мы показались, я показал вам, Как я раньше видел понятие слова веры В том, что вера это как что-то, Которое живет внутри вас. Вера как что-то живет внутри вас. Но потом, когда мы поняли слово хупостатис, Я предлагаю вам поменять эту картинку в голове, Как что-то, что живет вокруг нас. Этот параллельный невидимый мир, Который существует не во времени, И в котором то, что мы ожидаем, То, чего мы желаем, уже там существует. И поэтому на первой нашей встрече Мы познакомились с этим понятием хупостатис, С этой основой невидимой реальции, Как тот план этого моста, Который мы идем и видим, да, Строится мост и в основании этого моста Невидимый план, Который где-то лежит на столе у архитектора. Вторая тема, А, и как заключение мы говорили, Что есть три шага принятия этой невидимой реальности. Это первое, это понять, что она существует. Вторая, это увидеть эту невидимую реальность. И третье, это принести эту невидимую реальность в видимый мир. Вторая тема была похожа с первой темой в том, Что она очень много затрагивала понятия видимого и невидимого. И понятия того, как наука объясняет сотворение мира. И того, как одиннадцатая глава евреям объясняет сотворение мира. А именно, когда из невидимого произошло видимое. И мы говорили, что наука имеет два правила. Имеет много правил, но два таких основоположных правила. Первое правило, это те древние, как их называют, которые жили по вере. Первое правило, это что все произошло из ничего. Ну-ка не может объяснить, из чего произошло все, что мы имеем, вся материя. Поэтому, но ученые пришли к выводу, что давайте согласимся в том, Что материя самая основная, все произошло из ничего. И в это ничего потом породило все. Но есть другое правило, которое совершенно противоположное этому правилу. Говорит, что ничто всегда порождает ничто. И что что-то является всегда производным продуктом чего-то. Все, что мы не видим, это просто трансформировая материя. И поэтому эти два правила, они борются друг с другом. Одно говорит, что ничто никогда не порождает ничто. А другое правило говорит, что ничто породило все. И мы это объяснили благодаря Библии, благодаря Богу. О том, что ничто, это не совсем ничто, это все. Оно просто невидимое. Но то, что оно невидимое, не означает, что оно нереальное. И поэтому это невидимый мир, хупостатис, который был в начале головы Бога. Это идея мира, идея Вселенной, идея человека. Она была сначала в голове Бога, а потом материализировалась в этом физическом мире. И поэтому это ничто, это невидимое поразило видимое. Сегодня сегодня тема называется «Любит ли Бог Сава?». И как всегда я пытаюсь как-то называть эту тему, чтобы сначала было непонятно, но, может быть, потом станет понятно. А, одна заметка. После прошлого разговора ко мне подошел человек и сказал, что он со мной в чем-то не согласен, в чем я говорю. И для меня это было настолько приятно услышать, настолько мне это польстило, потому что, знаете, что это мне показывает? Это показывает, что человек реально слушал меня, что человек реально понял, что я сказал. И у него просто другое мнение. И это классно, что у вас есть свое мнение. И как я уверен, что никогда не принимайте какие-то то, что вам говорят, просто потому что вам так сказали. Всегда пропускайте это через свою голову, через свое сердце, через свой дух, и пусть у вас сформируется свое мнение. И поэтому, как маленькая заметка, это натолкнуло меня показать вам одну интересную диаграмму, которая, мне кажется, является основанием всего, что мы верим. В основании всего, что мы верим, является Иисус Христос. Эта вера называется христианская вера от слова Христос. Поэтому все, что не есть Христос, все, что не говорил Христос, все, что не показывал Христос, все, что не учил Христос, это есть самое-самое-самое корневое. В буддизме самое корневое – это слова, поступки и жизнь Будды. В христианстве – это жизнь Христа. Поэтому, если вы не знаете чего-то, спрашивайте это известное выражение – что бы сделал Иисус? И много вопросов, которые мы задаем, мы можем найти в жизни Иисуса Христа. Для этого мы читаем Евангелие. Но не все, что делал Иисус, но Иисус не ответил на все вопросы. Иисус не знал, в то время не говорил, а что такое интернет, мобильные телефоны. Что бы делал Иисус насчет интернета? Кто знает. Поэтому второй круг, который немножко не такой важный, но все равно важный – это догма. Христианская догма – это набор верований, набор конкретных принципов, которые определяют христианство от других религий, от других больших религий, как буддизм или хиндуизм. И нет лучшего примера вот этой догмы, чем когда, я помню, на крещении Марины мы читали, помните, мы читали клятва апостолов. Если я сейчас найду, если я найду, если я найду, нет, не найду. И там этой клятвы, в этом маленьком содержании были расписаны главные догматические основания христианства. Что Бог является триединым, что Иисус Христос родился от Девы Марии, что Он умер от рук Пилата, что на третий день Он воскрес. Это такие самые основные основоположные христианские догмы, которые, скорее всего, поделяют все христианские динаминации. И они могут объединиться вокруг А. Христа и Б. Догмы. Разделение динаминации происходит на уровне доктрины. Это менее важные постулаты, которые не совсем находят свое отображение в Библии, но вокруг которых определенные церкви построили традиции. Традиция икон, традиция крещения, традиция, я не знаю, хлебопреломления один раз в году, один раз в месяц, каждую неделю, каждый день. Например, в прошлый раз я говорил о доктринальном положении того, что некоторые верят, что миру всего лишь 6 тысяч лет, а некоторые верят, что миру где-то 6 миллиардов лет, и он формировался миллионами лет. Но как бы это ни было, эти две разные догматические положения основываются на одной и той же догме, что все равно в начале всего был Бог, и Бог сотворил мир, а потом он развивался либо 6 тысяч лет, либо 6 миллиардов лет. И последний круг, который дальше всего от центра, это мнение. Это то, что я больше всего говорю к вам, это мое мнение. Это то, как я интерпретирую то, что я вижу. То, как я думаю, надо понимать. То, как я понимаю оригинальный текст греческого или иреврита, или контекст Библии, или контекст того времени, или тех персонажей, которые используются в той или иной истории. Это мнение, и поэтому каждому может быть свое мнение. И я призываю вас сформировать свое мнение. Сегодняшняя история, она называет, почему Бог, любит ли Бог Сала. Мы продолжаем читать евреям, очень медленно продвигаемся по 11 главе, как гусеница, очень медленно продвигаемся, и читаем теперь четвертый стих. В контексте, давайте начнем сначала. Вера есть залог наших надежд. Классно здесь написано, залог. Тоже что-то конкретное. Вера есть залог наших надежд. И проявление вещей еще невидимых. Благодаря вере древние заслужили от Бога похвалу. Благодаря вере мы понимаем, что вселенная создана словом Бога, так что видимое произошло из невидимого. Благодаря вере Авель принес Богу лучшую жертву, чем Каин. За эту его веру Бог принял его дары и тем засвидетельствовал его праведность. И хотя Авель умер, он благодаря своей вере продолжает говорить. Вот этот четвертый стих об истории Каина и Авеля будет основой нашего разговора сегодня. Давайте помолимся. Господь Иисус, я благодарю Тебя за это время. Господь Иисус, я прошу, чтобы Ты освятил наши сердца, наш разум. Дал нам понять, Господь, что Ты приготовил нам сегодня сказать о Твоей вере. От этой невидимой реальности, которая является основанием всего, что мы видим. Всего, чем мы живем, Господь. Покажи нам через эту странную историю первых братьев Каина и Авеля, что Ты хочешь показать здесь по теме веры. И что мы можем взять с собой, Господь. Чему мы можем научиться. Как мы можем применить это в своей жизни. Благословляя каждого здесь, Господь. Пусть Твой Дух говорит через меня сегодня. Аминь. Итак, я думал, окей, закончились такие две темы сложные. Сейчас будет проще тема, потому что все знают историю Каина и Авеля, даже люди, которые не ходят в церковь, которые не знают Бога. Это история, как мы называем, первого убийства. Хотя в четвертом стихе 11 главы тут не идет об убийстве, тут идет о жертвоприношении. И моя первая реакция была, окей, как бы классно было бы, сейчас все будет проще, чем я говорил раньше. Но потом я начал смотреть и думать, а вообще почему эта история здесь? Как-то странно, что эта история попала в этот список. Рядом с историей веры Моисея, который выводил израильский народ из египетского ига. Рядом с историей Авраама, который бросил все и по вере пошел жить в другую страну. Рядом с историей Ноя, который поверил в совершенно не логическое требование Бога построить ковчег, при том, что никогда в мире не было еще дождя. И тут эта странная история двух братьев, которые у нас ассоциируются, прежде всего, с первым убийством и ненавистью и завистью. Почему тут нет истории, например, Данила, который был кинут в яму со львами, и вера его спасла, и львы его не съели. Почему тут нет истории Ханани, Месаилу и Азарии, которых мы знаем как Шадрах, Мешах и Авендего. Которые по вере своей не побоялись зайти в огонь. Но почему-то эта аллея славы, веры, начинается с истории Каина и Авеля. Нам очень мало известно в этой истории. Мы сейчас будем читать из Бытия 4 главы. И реально там очень мало мяса, о котором можно говорить. Это понятно, потому что если мы верим в это, эта история произошла очень-очень много тысяч лет назад. И поэтому это нормальный, логический, что за тысячи, тысячи, тысячи лет назад к нам дошло не так уже много. Давай попытаемся разобраться в этой истории и понять, почему она в Евреям 11 главы и почему она важна для нас. Как бы это ни странно, но она здесь. И благодаря своей вере Авель принес Богу более угодную жертву, чем Каин. Мы читаем в Бытие 4 глава, с 1-5 стихи. Я прочитаю, на экране не будет. Адам познал свою жену Еву, и она забеременела. Она родила сына Каина и сказала, человек обрела я с помощью Господней. Потом она родила Авеля, брата Каина. Авель пас овец, а Каин возделывал землю. Через некоторое время Каин принес в дар Господу плоды земли. А Авель жир ягнят из первого приплода. Дар Авеля был угоден Богу, Господу, а дар Каина не угоден. Гнев омрачил лицо Каина. Я люблю во всем, что я сталкиваюсь, что для меня является сложным, будь то в жизни, будь то в работе, будь то в учебе, взять это что-то сложное и поделить его на конкретные маленькие части, если их можно так поделить, и начать разбираться с каждой маленькой частью. Поэтому я предлагаю сделать то же самое с этой историей. Я вижу здесь три части, которые помогут нам понять, почему она является эталоном веры. Первое – это элемент главных героев. Мы посмотрим, кто главный герой в этой истории. Второе – это главное действие, которое они произвели. И третье – это главный вывод. Герои нашей истории – это два брата, которых зовут Кайн и Авель. Если вы будете изучать эти слова, Кайн и Авель, вы узнаете, что это не просто имена, как мы даем имена сейчас детям. Как это принято в Библии, это принято было в еврейском народе. Но, конечно же, Кайн и Авель не были евреями, они были первыми людьми. Но историю о них написали евреи, мы думаем, что написал Моисей, пятикнижья Тора. Для еврейского народа во всей Библии видно, насколько важно является значение имени. И практически каждое имя имело значение. Что означает Кайн и что означает Авель? Кайн означает имущество, наследие. Авель означает тщеславие. Я не знал, что такое слово тщеславие, поэтому посмотрел в словарик тщеславие – это стремление к чему-то, к похвалам, к признанию мнимых своих заслуг, достоинств, в том числе совершения добра ради похвалы. Мне кажется вам странно, что родители назвали своих сыновей имущество и тщеславие. И вообще имеет значение то, какое у тебя имя. Влияет ли твое имя на твою жизнь? Я сделал немножко исследования по этому поводу и нашел исследование, опубликованное британскими учеными, социологами, которое говорит, что да, имена имеют важность в жизни людей, в жизни детей. Поэтому книги с именами детей очень популярны и продаются очень часто. Например, когда в подростковом периоде в садике есть мальчики и девочки, и есть мальчики, у которых женственное имя. В английском языке есть имена, которые могли бы подходить как и к парню, и к девушке, например, как Ashley и Shannon. В русском языке у нас есть как бы вроде Александра и Александр, что-то рядом, да. В садике дети, в принципе, не проявляют никакой разницы, что парни не проявляют, мальчики не проявляют никакой разницы, если у них женственное имя. Но исследование показывает, что как только ребенок дорастает до 6 класса, мальчики, у которых женственное имя, ведут себя очень неадекватно. Особенно это усугубляется, если в классе есть девочка, у которой такое же имя. Также это исследование показало, что девочки, у которых более женственное, природно-традиционно женственное имя, как Мария, они, когда вырастают, идут более в гуманитарные дисциплины. А девочки, у которых мужское имя, имеет какой-то мужской корень, они идут в такие науки, как математика, или физика, или химия. Но в конечном итоге наши имена дают нам наши родители. И если они дают имя, которое имеет какое-то значение, значит они проявляют акт веры. Еще когда ребенок является совершенно младенцем, обычно имена дают либо до рождения, либо в первые дни жизни, родители видят этот невидимый мир этого ребенка, в котором он уже взрослый. И у них есть надежда на то, что этот ребенок чего-то достигнет, кем-то будет, что-то сделает. И поэтому они хотят показать этим именем свою надежду и свою веру в этого ребенка. Очень часто, когда родители называют детей уникальным именем, уникальное имя в английском языке это имя, которое, в принципе, является традиционным, но которое написано, прописание, которое нетрадиционное. Они относятся к своему, то есть у них уникальное имя, и поэтому, особенное имя, поэтому они относятся и воспитывают своих детей как особенных. Поэтому мне кажется, что то, какими являются Каин, какими стали Каин и Авель, заложили, может быть, это мое мнение, тот круг последний, их родители, Адам и Ева. И даже я сейчас понимаю по себе, что моего сына, которого зовут Микола, и которого по-русски зовут Микола, и по-украински зовут Микола, и по-английски в его британском паспорте написано Микола Викторович, тоже зовут именно так, потому что есть определенное видение у меня для него. И тот, кто знает меня, знает мои мечты, мою веру, поймет, почему моего сына зовут именно Микола, а не Коля. Ева очень хотела иметь предложителя рода, иметь семя, иметь того, кто пойдет дальше и понесет ДНК, понесет дальше человеческую плоть и кровь. А, и кстати, помните, как это было важно, что Иисуса именно будет называться Христом или Эммануил. Мы читаем Матфея, 1 главе, 21 по 23 стихи. Ангел говорит папе Иисуса, и родит она сына, и назовешь его Иисусом, потому что он спасет народ от грехов. Все это случилось во исполнении сказано Господом устами пророка, слушайте, забеременеет девственница и родит сына, и назовет его Эммануилом, что значит с нами Бог. Иисус, это греческий вариант слова Иешуа, что означает Иегова, Ияхауэ, спасает. Возвращаемся к Еве. Она очень хотела иметь предложителя рода, она очень хотела иметь ребенка. И поэтому, когда она получила своего первенца, она назвала его Каин, что означает имущество. Почему она назвала его имущество? Это есть несколько теорий. Может, потому что имущество, это все, что он, он бы взял на себя все имущество, которое нажили бы Адам и Ева. Он бы был наследником, и они хотели иметь предложителя. Или просто из-за того, что она хотела, ааа, это мое имущество, это мое, это мой ребенок, мое. И назвала его Каин. А потом родился второй ребенок. Второй ребенок, в принципе, уже не так был сильно нужен, как первый ребенок. Потому что второй ребенок уже не унаследует все. Второй ребенок не является наследником. Второй, уже есть кто будет продолжитель рода. Поэтому второй ребенок, это как бы выражение тщеславия Евы. Посмотрите, что я смогла. Посмотрите, какая классная. В принципе, он и не нужен, но это как приятный, классный бонус. И в то, те имена, то видение, которое было у родителей, у Адама и Евы, их детей Каина и Авеля, потом проявилось в их жизни, в их поступках, которые мы будем смотреть дальше. Что мы дальше знаем об этой истории? Каин, он был фермером. Написано, что Каин возделывал землю. И у меня не возникает никаких сомнений, почему именно Каин стал фермером. Потому что на плечах Каина лежало очень сильное время, очень сильная ответственность. Он первенец, он продолжитель рода, он тот, кто возьмет и понесет этот род дальше. И поэтому у меня в голове, это он, как человек, который возделывал землю. А мы знаем до этого, буквально несколько стихов мы читаем, что земля была, ну, практически непридатной до фермерства. Бог проклял эту землю. Он выгнал из Эдемского сада и сказал, Адаму, тебе будет сложно культивировать землю. Тебе будут колючки, и ты будешь пытаться сорняками. Это была очень сложная, тяжелая, кропотливая работа. И поэтому в моем представлении, когда я закрываю глаза и думаю о Каине, у меня вот эта картина такого сильного фермера, который очень рано встает, очень поздно ложится, у которого на каждом пальце мозоли, который пахает, 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 который знает, что у него есть обязанность, что он должен приносить в дом еду, что он продолжитель рода, что он должен делать, чтобы произвести результат. Он, надежда своих родителей, он возьмет имущество. И он пахает, пахает, пахает. Он этот фермер. И он грязный, может быть, и земля у него, может быть, под ногтями. И он все вкладывает в эту работу, чтобы получить результат, какую-то пищу. Потом я думаю об Авеле, другом брате, от которого родители много не ожидали. Он был приятным бонусом, как я считаю, мое мнение, отинтерпретировая его имя. Он был выражением тщеславия Евы. И он был пастухом. Я не знаю, видели вы когда-нибудь пастухов? Мне, к счастью, был один опыт в жизни, когда-то, когда мне было 9 или 8 лет, когда я пас коров в селе. И, если честно сказать, это не такая же сложная работа, быть пастухом. Потому что реально все, что тебе надо... Поэтому эту работу отдают детям. Это не физическая работа, это не трудоемкая работа. Это работа, когда у тебя есть много свободного времени. Много времени сидеть, мечтать, думать, размышлять. И наблюдать над тем, как творение Господне делает все само. И ты просто наблюдаешь за тем, как овцы сами кушают. Их не надо кормить. Ты только их привел куда надо кушать. Они сами кушают. Они сами размножаются. Не надо как фермеру брать и собирать семя, где-то его хранить. Потом его выкапывать на следующий год опять землю. Садить его, поливать, полоть, убирать сорняков. И потом в конце ты видишь результат. Классно! А тут ты просто сидишь и смотришь, и наблюдаешь. И радуешься, что результат сам происходит, сам по себе. И поэтому у меня в голове представление Авеля – это такого вот пастуха, который, знаете, замечтался. Он сидит под деревом, может быть, задремал. Он думает, он смотрится, наблюдает за природой. И у него нету таких мозолей, скажем, как у Авеля. Понятно, что есть очень много проповедей, когда пастух показывается как эта личная, как сильная особь, которая идет, защищает овец от волков и потом берет овцы и несет на себе, на плечах. Есть такое, да? Есть такое. Но в основном работа пастуха – это сидеть и смотреть. Вы знаете, имена, то видение, которое вложили родители в свои детей, и, может быть, то, каким они стали по сравнению с тем, какое у них имя было. Мы только что смотрели, исследования показывают, что очень часто имя может влиять на профессию, которую ты берешь. И также профессия, она формирует наше мировоззрение. Она формирует наше поведение. Профессия формирует глубину нашей веры и хупостатис. Я думаю, никто из нас не будет сомневаться, если мы здесь поставим четырех людей, четырех разных профессий, и они будут иметь разный подход к разным вопросам. Например, если мы здесь поставим украинского милиционера Державной патрульной службы, учителя математики, народного депутата и продавца на рынке. Четыре человека, у которых так же самое четыре головы, восемь рук, восемь ног, но у которых разные профессии. Если мы зададим им один и тот же вопрос, я думаю, у них будет отвечаться либо мировоззрение, либо взгляд, либо позиция на этот вопрос. Итак, мы познакомимся с нашими героями. Необычный герой – это Кайн и Авель с необычными именами и с определенными профессиями, которые влияют на их мировоззрение, на их действия. Потом второй пункт – это само действие. Какое произошло действие? Мы читаем, что через какое-то время, через какое-то время, Кайн принес дар Господу плоды из земли, Авель, Жерегна. Через какое-то время. Через какое-то время это слово, оно также означает в оригинальном переводе, что это был конец какого-то времени. Это мог бы быть конец недели, последний день, когда Бог сказал, что это будет день святой день, который надо посвятить Богу. Либо конец года, конец урожайного года. Это было какое-то конкретное время. Это не просто было, знаете, так раз и захотели. Это было какое-то специальное конкретное время, которое Кайн и Авель знали. Это специальное время отведено для приношения жертвы, для поклонения Богу. Странно, почему Бог заповедал Адаму, который передал потом своим детям Авелю и Кайну, приносить жертвы? У нас нет конкретных ответов. Эта история произошла тысячи-тысячи лет назад. Мы можем только догадываться. Вот я написал перед вами пять возможных причин, почему люди с самого-самого начала приносили жертвы, показывали свое поклонение Богу. И, может быть, в самокупности вырисовывается картина, которая где-то будет рядом, близко к истине. Они приносили жертву как акт поклонения, общения с Богом, так как они уже не были в Эдемском саду. Это был акт благодарения Бога за его дары, за дары плода, за дары приплода. Это был акт покаяния и напоминание о том грехе, который передался им от их родителей. Это был показательный акт того, что грех всегда приносит последствия. Что когда убивался этот ягнен, проливалась кровь. Может быть, Бог хотел тем самым всегда, используя какую-то физическую акт, показывать, что грех всегда будет иметь последствия. Или, может быть, Бог с самого-самого начала начал показывать самый-самый конец, который по всей истории Ветхого Завета показывается. А то, что последней жертвой и пролитьем крови будет Иисус Христос. Когда написано в Колоссян 2 глава с 18 стихом, что все это было как тенью. Это все было как тень того, что сделал Иисус на Христе. Но это не важно, что было мотиватором. Приношение жертвы. Важно, что они это делали. Они знали, что это угодно Богу, что приносить жертву. И что жертва Авеля, мы читаем в 11 главе, была более угодна, чем жертва Каина. И когда первый раз я читал эту историю, у меня сразу же сложилось впечатление, что просто Авель, что просто Каин ошибся. Он должен был просто взять и пойти взять тоже ягненка, принести ягненка. Он просто не то взял. Просто машинальная ошибка. Или он думал, что это как-то сойдет ему с рук. А Бог именно, именно только хотел, чтобы была пролита кровь, именно хотел, чтобы был только зарезан ягненок, только именно ягненок был важностью и тем главным, почему он принял жертву Авеля, а не Каина. Но в 11 главе Евреям и 4 стихе мы пишем, что не ягненок был важным, а вера Авеля была важной. Я думаю, есть три причины, почему что принесли Каин и Авель не имеет никакого значения. Первая причина, я считаю, Бог никогда не поставил Каина в такое неравное положение с Авелем. Потому что Каин был фермером, для него было логично принести дары того, что он работает. Это было бы нелогично от учителя математики принести в дар какой-то танец. Поэтому я не верю, что Бог самоначально поставил Авеля уже в низшее положение, поставил Каина в низшее положение с Авелем. Мне кажется, они были на равных с ним. Во-вторых, как мы читаем, к сожалению, только нашел на английском, как раз нашим гостям будет удобно. Если мы будем читать в Ветхом Завете, Бог не имел ничего против жертвоприношения Каина. Есть в Ветхом Завете пять видов жертвоприношения. Жертва всесожжения, мирная жертва, причастная жертва, хлебное или зерновое приношение, жертва за грех и жертва за грех. Мирная или причастная жертва, она состоит из, когда люди приносят либо хлеб, либо муку, либо оливковое масло. Это не является ягненком или пролитием крови. Или если мы смотрим грех, жертва за грех, это четвертое, там пять подпунктов. Бог сделает так удобно для людей, которые не могут себе позволить первый пункт, это убить быка, или второй пункт убить козла, или третий пункт убить, принести в жертву козу, или четвертый пункт принести в жертву голубя. Они могут, как пятый пункт, если ты очень бедный еврей, ты можешь принести какую-то меру муки. Это тоже было угодно для Бога. Поэтому мне кажется, что Богу не так было важно, что конкретно приносили Каин и Авель. И третье, самое важное. Если будете читать Библию в общем, и Ветхий Завет в общем, вы узнаете, что Богу вообще понятие жертвы, конкретные ритуала сожжения, не так было важно. В 50-м псалме Бог говорит через Давида, «Жертва тебе неугодна, я дал бы тебе все сожжения, ты не жалеешь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сокрушенное скорбящее сердце, Боже, ты не пренебрежешь». Бог говорит, мне не важно, что конкретно вы приносите, мне не важно ваши ритуалы, как вы поставили галочку, отдали жертву, и все, вы думаете, ваш грех будет прочен. Мне важно, потому что это только какой-то символ чего-то. А символ чего? Символ вашей веры, символ вашего сердца, вашего по-настоящему сокрушенного, скорбящего сердца, что вы по-настоящему переживаете за свой грех. Вот, что Богу важно. Благодаря своей вере Авель принес Богу более угодную жертву, чем Каин. Благодаря своей вере он был превознесен как праведник, так как Бог с одобрением принял дары его. И благодаря своей вере он все еще говорит, хотя и мертв. Каин пришел к... И вот мы приходим к третьему пункту. Мы говорили о героях, мы говорили о действиях, мы сейчас говорим о выводе. Каин подошел к процессу жертвоприношения, так как он подходил ко всей своей жизни, к своей работе, к своему признанию. Если я буду работать, если я буду производить результат, это вернется ко мне так же само. Когда-то... В прошлом сезоне я говорил о понятии quick pro quo. Что-то за что-то. Это то, что пронзило весь наш мир. Каин думал, что если я принесу Богу нужную, заслуженную жертву, тогда Богу это будет угодно. Каин подошел к отношениям с Богом, так как он подходил ко всему своей жизни. Пахать, 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 работать и потом заслужить. Каин был самодостаточен. Но Авель нуждался в Боге. И понимая, что он ничего не мог бы сделать, что бы он ни сделал, это было бы недостаточно для Бога. Каин принес жертву плода своих рук, а Авель принес жертву плода Божьих рук. С самого начала истории человечества. Бог нам показывает, что между Творцом и Творением отношения строились только на понятиях милости, благодати и любви. И не на чем-то, что можно заслужить. Каин думал, что все, что ему надо, чтобы заслужить по хвалу Бога, это принести адекватный эквивалент в жертве. Поэтому он усердно работал и принес лучшее, чтобы он мог принести. Авель через свою веру, как мы читаем в 11 главе евреям, видел Бога, понимал, насколько великий Бог, насколько недостойный Авель является греховный человек по отношению с Богом. И какой бы жертву он бы ни принес, она не была бы адекватной или подходящей для Бога. И поэтому вера в милость, благодать и любовь Бога сделала жертву Авеля угодной, благоугодной. Та вера хупостатис. Вера, что есть этот невидимый мир, в котором все, что мы желаем, все доброе, что мы желаем, уже существует. Теперь посмотри на эту прогрессию. Первую субботу, когда мы начали говорить с тобой, мы узнали, что такое вера хупостатис, что это невидимая реальность, которая объективно существует. Во вторую субботу мы узнали, что эта невидимая реальность, которая существует в разуме Бога, была в основе всего видимого физического мира. И сегодня, в третью субботу, мы узнали, что наша вера хупостатис – это невидимый мир, который помогает нам правильно понимать и видеть Бога таким, каким Он хочет, чтобы мы Его видели. Каин видел Бога, как господина, которому надо угодить и которому надо заслужить, принеся правильную жертву. Авель видел Бога, как милостивого, милостивого Господа, который перекроет все-все промахи, которые могли бы быть с любой жертвой, какой бы Авель не принес. Поэтому я призываю сейчас вас, в то время поклонения, которое у нас сейчас будет, думать о Боге так, как думал Авель. Закрой свои глаза и увидеть Бога. Посмотри, какой Он великий. Увидь, что вокруг Него сейчас тысячи ангелов, которые непрестанно славят Его, восклицают Ему «Свят, свят, свят Бог Собоов». И увидь, что только по благодати ты имеешь спасение. И только таким Бог хочет, чтобы ты Его видел, милосердным Богом. И что это не твоя заслуга. Это Божий дар, что ты имеешь спасение. И ты ничего не можешь сделать, чтобы Его заслужить. Приходи к Богу через веру в поклонение именно с таким сердцем. И тогда твоя жертва хвалы будет угодная Богу. Мир рисует нам Бога недоступного, злого, сидящего вверху на облаках, правящего судью, наказывающего, убивающего врагов, посылающего катаклизмы, непопонятным причинам забирающего жизни младенцев, неулыбающегося, которому надо во всем угождать. Но мне показывает нам Бог, Бога религии, Бога традиций, к которому ты не можешь прийти лично, к которому ты должен прийти через посредником, потому что Он не хочет иметь с тобой никакого дела. Такого Бога показывает нам мир. Но через историю Авеля мы понимаем, что наша вера, этот невидимый мир показывает нам другого Бога. Бога, который стоит перед тобой на коленях, и который через свою благодать, милость и любовь берет твои ноги и моет твои ноги, твои грязные, вонючие ноги. И Он показывает твою любовь. Вот таким Бог хочет, чтобы ты видел Его. Это очень сложно, особенно для таких людей, как я, которые очень давно с Богом, которые очень много хотят сделать для Бога. очень сложно отойти от этой парадигмы, что что-то за что-то, я должен что-то делать для Бога, тогда Бог будет любить меня. Напоминать себе очень сложно, что ты недостоин, что только Бог и Его благодать делает все возможным. И Бог сейчас перед тобой на коленях моет твои ноги. Аминь. Как ты смотришь все В тишину до низу Я к тебе приду Принести хочу И сердцем моего Нежную Хвалу Тебе я песню спою Но не просто чтоб спеть Ведь ты не этого ждешь Ты знаешь мысли мои Ничего мне не скрыть Ты смотришь сердце мое Я изолью Я изолью сердце поклонений поклонений тебе Только тебе Иисус прости что я допускал за меня Но теперь жизнь моя лишь для тебя Иисус дж и 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 а и а а есть а а а а а а а что а а а а а и а а а а а и а 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 смотришь а 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 но не просто а а а а а а Ты знаешь мысли мои, Ничего мне не смей, Ты смотришь сердце моё. Я ей даю свету поклонений, поклонений тебе, Только тебе и сил. Разве что я допускал со временем, Но теперь жизнь моя лишь для тебя и сил. Я ей даю свету поклонений, поклонений тебе, Только тебе и сил. Разве что я допускал со временем, Но теперь жизнь моя лишь для тебя и сил. Буду превозносить тебя, Боже мой, Царю мой, И благословлять имя Твоё во веки и веки. Всякий день буду благословлять тебя И восхвалять имя Твоё во веки и веки. Велик Господь и достохвален, И величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои И возвещать о могуществе Твоём. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего И о дивных делах Твоих. Буду говорить о могуществе страшных дел Твоих, И я буду возвещать о величии Твоём. Буду провозглашать память Великой благости Твоей И воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, Долготерпив и многомилостив, Благ Господь ко всем, И щедроты Его на всех делах Его. Да славят тебя, Господи, все дела Твои, И да благословляют себя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего, И да повествуют о могуществе Твоём, Чтобы дать знать Сынам Человеческом о могуществе Твоём, И о славном величии Царства Твоего. Царство Твоё, Царство всех веков, И владычество Твоё во все роды. Царство Твоё, Царство. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Jisus DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех незверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания, желания боящихся Его, Он исполняет, воплю их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои издрекут хвалу Господню, и да благословляет всякое плоть, святое имя Его во веки и веки. Славный Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, Господь, за то, что Ты ведешь нас, Бог, за то, что защищаешь, Господь, за то, что заботишься, за то, что омываешь наши ноги, Господь. Ты настолько близко, Бог, Ты настолько родной. Мы славим, Господь, Тебя. Проверь, пожалуйста, наши сердца, Бог. Бог, дай нам мудрости, сил, желания, прославляй Тебя всей душой нашей, Господь, всем сердцем, всеми мыслями быть рядом с Тобой, Бог. Иди по Твоему пути, Бог, веди нас, подымай нас, взращивай нас, Отец наш. Мы верим в Тебя, Господь, мы любим Тебя, Иисус. Мы искренне ждем Тебя, Бог, мы дети Твои, которые приходим к Тебе в поклонение, Отец. Слава Тебе, великий Бог, на имя Отца и Сына и Духа Святого. Слава Тебя, великий Бог, на имя Отца и Сына и Духа Святого. Слава Тебя, великий Бог, на имя Отца и Сына и Духа Святого. Слава Тебя, великий Бог, на имя Отца и Сына и Духа Святого. Слава Тебя, великий Бог, на имя Отца и Сына и Духа Святого. Слава Тебя, великий Бог, на имя Отца и Сына и Духа Святого. Слава Тебя, великий Бог, на имя Отца и Сына и Духа Святого. Слава Тебя, великий Бог, на имя Отца и Сына и Духа Святого. Великий Бог, на имя Отца и Сына и Духа Святого.